Это очень страшное событие. Жуть! И пулеметы, и гранатомет, что угодно. Все припугнуть хотели. Если бы хотели убить, то убили бы. Нас можно убить. Нас можно взорвать, но запугать нас нельзя. В июне 1994-го Беларусь потрясла новость. На кандидатов президента Александра Лукашенко совершено покушение. При проезде мимо населенного пункта Лиозно в Витебской области автомобиль «Мерседес», в котором находился Лукашенко и два народных депутата, был обстрелян из обогнавшего и прижавшего его к обочине автомобиля «Форд». Причем одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы Лукашенко. Никто не пострадал, но кто стрелял в кандидата? Вопрошали главные газеты страны. Однако открытым этот вопрос остается и спустя четверть века. Вы помните в 1994-м первую предвыборную кампанию? Я считаю, что я поступил просто по-мужски. Когда расстреляли мою машину, скорее всего припугнуть хотели. Если бы хотели убить, то убили бы. Когда была в Витебской области, моя предвыборная кампания шла уже последние дни. Но если я то пережил, то для меня уже это... Однако в результате проведенного сотрудниками КГБ и МВД следственного эксперимента стало понятно, что произвести обстрел машины «Мерседес» в условиях, изложенных Лукашенко, было невозможно. Покушение было имитировано, исходя из производства следственного эксперимента. Выстрел мог произведен быть по машине, выйдя из машины на ступеньках машины. И это сразу прослеживается. На сантиметров 40 над машиной. Покушение на народного депутата Республики Беларусь, кандидата в президенты Александра Лукашенко, не было. Повторяю, не было. Ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжало, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение, и произойдет какой-то взрыв. Бабах! Проголосовали за Лукашенко. Преступников, понятное дело, не нашли. Но охрана у Лукашенко после этого улучшилась. За ним начали присматривать какие-то сварщики с автоматами. А всех нежелательных детей, пусть даже с цветами, сворачивали уже на старте. С тех пор служба безопасности президента, по словам ее бывшего начальника, ежегодно предотвращала по 12-15 серьезных угроз. Мне активно угрожают и говорят о каких-то пулях, снарядах и так далее. Но я пока жив здоров. Слава Богу. В том числе благодаря здоровому образу жизни и умению отдыхать. Ведь сразу после покушения в Лиозно Лукашенко отправился в баню, вспоминают местные жители. С Витебского в 12-23-10 возвращается назад в Добромыслях. Ему организовывают баню, гудят, кутят, ночь, напролет. Вот почему они не заявляли. Они знали, что работает и милиция, работает все остальное. И если так будут вести себе кандидаты, то это будет непонятно. Выпили пять бутылок водки, пива, вино. И там на этом столе зафиксировано. И сейчас показать можно. Если мы выберем такого, то мы на коленке все станем. Проднеет объектив, да? Не выдерживает. То, что значит не наше, не русское. Страхнуться, чтобы тело загудело. В общем, было покушение, не было. Пес его знает. Однако факт остается фактом. Пенсионеры прониклись и побежали голосовать. Учитесь, молодняк. А вот охрана однажды не досмотрела. В 2001-м, во время проведения спортивной эстафеты 3-го июля, когда Лукашенко бежал на роликовых лыжах по главному проспекту белорусской столицы, ему прямо в голову прилетел помидор. Хулиганы приговорили к 7 суткам административного ареста. Однако уже на следующий день выпустили по распоряжению самого Лукашенко. Кто там нас упрекает в авторитаризме, диктатуре, сталинизме и так далее? Ну а больше покушений не было. Вот уже 25 лет жив-здоров, правит страной, катается с Путиным на лыжах в Сочи и, в отличие от горя снайперов, стреляет без промахов. А потому и побеждает на собственных спортивных турнирах вроде Минской лыжни. Как же так, спросите вы? Ведь вокруг столько профессионалов. На самом деле секрет прост. И нет, это не специальная подставка на стрельбище. Это все заслуга долгих и упорных тренировок, мотивации и жертвенности. Ну да, хоккей отменили последние две недели. И результат не заставил себя долго ждать. Но беда еще в том, если так вот честно сказать, я заставляю главу администрации Наталью Ивановну Качанову, а она весь народ заставляет, особенно школы, бегать вот на трассе. Ну что это, разве это нормально? Лыжи дай, скажи, что это хорошо, а потом еще и за руку тащи на трассу. Что за родители, я не понимаю. А поэтому лучший отец в стране – папа Коли. Ладно, шит и крепко сложен. Он плохому не научит. Батька всех построить может. Батька всех других покруче. Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно, кто у нас хозяин в доме. Слушай, батьку! Не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей. И Лукашенко денег не жалеет. Ни на рождественские турниры, ни на минскую фуфлы жню, ни на чемпионат Европы по фигурному катанию, ни на европейские игры за 107 миллионов долларов без единого заграничного спонсора. То, что к нам едут люди, то, что они уезжают сюда с хорошим настроением, то, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. А в это время, к примеру, Кобринский кожно-венерологический диспансер покрывается лишаем. В Гомеле приостанавливается забор анализов крови из-за отсутствия реактивов. Школьники за 2 рубля получают вот такие вот обеды. А на новый онкоцентр для лечения больных раком детей приходится побираться по предприятиям. Ведь в бюджете на это денег почему-то нет. Ну, я уже не хочу считать тут. 11 февраля Беларусь потрясла страшная трагедия. В столбцах вооруженный ножом школьник напал на учительницу и троих учеников. В результате нападения педагог и один подросток погибли, нападавшего задержали. Она вышла не в свою измену, она что вышла, человек там и заболели, заменяла, на замену уж вышла. Пока общественность винит в ситуации, то компьютерные игры немая к неколи, ходили, мячи гоняли, гуляли, теперь сидят сутками в этом интернете. Мне кажется, у них с головами теперь что-то не так. То родители из-за их недостаточного внимания по отношению к детям. Мы к подросткам относимся с двойными стандартами, а потом чего-то хотим. Вот, представляете, мы подростку говорим, делай так, как я сказала. Не выпендривайся, вот делай так, как я сказал. И при этом мы от этого же подростка хотим, слышишь, ты должен быть самостоятельным, ты должен сам принимать решение, тебе завтра в самостоятельную жизнь. Так, ребята, мы хотим, чтобы он слушался или сам принимал решение. Лукашенко винит вообще всех. Кто виноват? Все мы виноваты. И дело тут не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. А при разборках этого дела надо на всю катушку спросить, прежде всего, с председателя райисполкома. На всю катушку, притом. И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? Школа – святое место. Как в церковь надо идти в школу? Железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть. В Багдаде все спокойно, а потому и государственные СМИ упоминают о трагедии лишь на 15-й минуте эфира новостей. В ближайшие полчаса только самые заметные события дня. И вот главная тема выпуска. То дождь, то снег. Погода подбрасывает очередные сюрпризы. ГАИ призывает водителей к осторожности и взаимовежливости. Чем богаты? Масштабная продовольственная выставка открылась в Москве. Событие, которое может сколыхнуть общественное сознание, показать, что не так уж у нас все хорошо. Поэтому до поры до времени, я думаю, решают об этом помолчать. Чтобы показать, что у нас все хорошо, что у нас все спокойно в Беларуси, что ничего такого страшного не случается. Только по этой причине. Потому что это очень страшное событие. Я смотрела, у меня мурашки по коже. А вот человек, который согласно Конституции олицетворяет единство народа, скорбеть отнюдь не собирается. Глава государства лишь направил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского. И поздравил иранцев с 40-й годовщиной победы Исламской революции. Александр Григорьевич очень любит революции. Октябрьская его любимая, кстати. И устроить праздник любимому президенту готовы в любой момент десятки тысяч белорусов. Но... В обществе должна быть терпимость к разнообразию взглядов, дискуссии и критике. И одновременно абсолютное неприятие насилия, ненависти и революции. Нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Как вы уже поняли, Александр Лукашенко решил всерьез взяться за образование. Математика не получается. Не получается, а ты решай задачи. Они не решаются. А кем же ты будешь, когда вырастешь? Буду прокурором или судьей. И мальчик вырос, возмужал. А недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию. Слушайте, полкурса черви. Полкурса черви. Строение, жизнедеятельность. Ну ладно, для продвинутых. Пусть они на соображение у них будут. Ну слушайте, я про этого червя, живя в деревне и видя их, особенно после дождя, почему червь выползает во время дождя на поверхность. Потому что дышать надо. Больше я не знал ничего. И ничего и жил нормально. Ну да, надо знать про это несчастное существо, которое мы видим каждый раз. Но зачем его дотошно изучать? И так по другим направлениям. И я думаю, господи, а мог бы вот мой ребенок, а будущий гражданин Беларуси без этого обойтись? Да, конечно, мог. Я обхожусь президентом, стал, не зная, что такое червь. А вот без осознания важности фуганка, стамески, молотка, современной молодежи просто не прожить. Жуть! Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют с дома и бросают семьи рушиться? Да потому что ничего делать не умеет. Он лампочку не может завернуть в люстру там. Он не может элементарно починить чайник или кофеварку какую-то. Он не может понять, почему она не работает. Он не знает, какой стороной гвоздь забивать в доску там и так далее. Я уже не говорю о том, что не знает, что такое рубанок, фуганок, что такое стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе, почему же мы на это забили и нашим детям это не надо. А почему мы так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу? Почему она пуговицу пришить не может? Это всегда можно учиться. Вообще каждый должен заниматься своим делом. Столер столярничает, кабельщик работает с кабелем, корреспондент брать интервью. Вот этим предметом должен уметь пользоваться каждый мужчина? Да. Я, простите меня за это слово, откровенно скажу, немножко помешан на этом образовании. Но скоро Лукашенко, по всей видимости, возьмется и за Евровидение. Ведь такого трэша, как на нашем национальном отборе, еще нужно поискать. Улетаю, улетаю, говорю тебе прощай. Только раз ты возвращался, снова влюблялся. Белоруссия — это этническая страна. This year Israel is going to host Евровидение. Белоруссия, извините. Демонио. Су-та-совете, математика, пура физика. Альфа твоя и омега. Альфа. Альфа. Сбудс, кинкебудс The shiny, sweet and sexy, кинкебудс That's my rules, my kinkibудс Now I just wanna strap up the W Не забуду я Тебя, милая Но и ты меня Не забывай Ах, дерма, набирай водою Звоние на шаттой Удар под дых Обеспредели милиции и правоохранительной системы Беларуси скоро на канале Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь и жмите на колокольчик А ваши комментарии, лайки и репосты продвигают видео в топ Благодаря чему больше людей узнают о том, что происходит в Беларуси Подписывайтесь на телеграм-канал с эксклюзивной информацией, в том числе про милицию До новых встреч и хороших вам новостей Субтитры создавал DimaTorzok